МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый день, уважаемые телезрители! В эфире программа «Крымский маршрут» и ее ведущий Владимир Аларионов. Сегодня в Байдарской долине достаточно снежно. Наш путь проляжет по реке Боса до водопадов. Посмотрим, как зимой выглядят эти водопады. Выдвигаемся из Родникового, доходим до водопада. Вот дальше по балке Босой поднимаемся наверх и поворачиваем, переходим на Коленскую тропу и спускаемся по ней в Подгорный, возвращаемся обратно. Покинул гостеприимное село Родниковое, мы направляемся в сторону Карагнарского леса. Миновали незавершенные новостройки и разрушенную ферму. Ферма была построена явно в стиле советского барокко. Здесь уже давно нет ни коров, ни свиней, ни лошадей, ни гусей. Но вот эта вот кладка до сих пор привлекает внимание проходящих мимо туристов. Синяя шлахта в высоких стойках напоминает о том, что здесь защитная прибрежная полоса, и хулиганить здесь нельзя. У нас за спиной Чернореченское водохранилище, основной водоисточник Севастополя. Хорошо просматривается село Передовое, и справа от него Кабаний перевал. Мы пересекаем в низовьях реки русло Босы. Перед нами хорошо виден мост, где река в бурные времена впадает в Чернореченское водохранилище. Сейчас в горах лютуют морозы, таяние снега прекратилось, и сегодня воды в русле практически нет. Поведение Крымских рек непредсказуемо. Две недели назад ручей, который мы только что проходили, был полноводный. Его можно было перейти только в нескольких местах по камушкам вброд. А сейчас ударил мороз, и вода, наверное, вымерзла. Похоже, что мы сейчас в старом заброшенном саду. Об этом говорит древнее дерево, которое находится у нас за спиной. Это орех, но ему уже, по-видимому, больше сотни лет, судя по толщине ствола, его размеру. Но все, что осталось, это вот этот орех. На нем видны еще свежие ветки, то есть он еще достаточно живой, и по весне, наверное, на нем будут зеленые листочки. Наверное, под этим орехом отдыхали путники, которые поднимались по тропе на перевал Чертова Лестница больше сотни лет назад. И, возможно, Александр Сергеевич Пушкин по пути своего следования в Георгиевский монастырь отдыхал в тени этого ореха. Мы вышли на фрагмент одной из дорог, которые в Крыму называют римскими. Сейчас это узкая тропинка, но буквально еще сто лет назад это была мощенная дорога, предназначенная для тележек. Крупные валуны, они подсыпались мелким щебенем, за дорогой ухаживали, делали подпорные стенки. Построена она была еще древними херсоноситами. Они через Байдарскую долину, через перевал Чертова Лестница пробирались на южный берег Крыма. То есть здесь есть подпорные стенки? Есть, да, подпорные стенки, но сейчас от этой дороги осталась узкая тропинка. Около ста лет ей никто не пользуется как дорогой. Я стою посредине русла, и сейчас оно выглядит абсолютно сухим. Ровно две недели назад здесь бежал бурный поток воды. Мы эту реку не могли перейти вброд, искали специальные места, подкладывали камушки. Ударил мороз, и вода вымерзает, вот осталась только тонкая корочка льда. А вот и первая заводь на реке Боса. Здесь в глади воды отражается, как в зеркале, синее небо. Старые ветви и стволы зрелых дубов покрыты мхом. Причем мох есть как с северной стороны преимущественно, так и с южной. Да и разновидность мха здесь очень богатая. А что касается кизела, так он находится в полной зимней спячке. Почка не больше пшеничного зернышка. Кабаны сейчас зимой спускаются сюда в долину, копают здесь луковицы цветов, питаются ими. А вот этот состав в свое время стал жертвой кабанов. Когда она еще была маленькая, они приходили сюда потереться об нее своей спиной, для того, чтобы подавить личинок вода. Видно, что здесь было огромное количество шерсти. Сосна впоследствии подросла, а кабаны на себе дошли новое развлечение у соседних деревьев. Похоже, что кабаны буквально вчера, позавчера приходили сюда палахомиться корешками, травкой, луковицами. Во всяком случае, вся леса прошлогодняя здесь перепахана. Чудачество крымского дуба не прекращают меня удивлять. Вот небольшие побеги, на которых и здесь, в лесу, листья держатся в течение всей зимы. А в районе балаклавы крымский дуб листву вообще не сбрасывает. Она желтеет, жухнет и опадает уже только после того, как распустятся свежие почки. И еще одно дерево. В него наверняка попала молния, и центральный ствол погиб. Но молодая поросль из расчлененного ствола пошла вверх. А вообще, по своей структуре этот дуб напоминает пятипалую руку. Все, что осталось после того, как в дерево попала молния. Игрисо-Пантийская литература. Я чувствую, где себя достаточно уютно. Но и ее ягоды прибило морозом. Они приобрели необыкновенно темный красный цвет. Игрисо-Пантийская литература. Игрисо-Пантийская литература. И здесь он прищупиво создает ледяные скульптурки. Река Боса берет свое начало в урочище чертовой лестницы. Дальше протекает через урочище Безюка и уходит в свой каньон, который называется ущельем реки Боса. Почему-то местное наследление называет этот каньон Босым или речку Босой. Но ничего страшного, топонимика это допускает. Здесь же в среднем течении реки ущелье приобретает вид настоящего каньона с вертикально стоящими скалами, сильно разрушенными и следовыми площадками на гребне этих скал. Водопад сейчас спит. Под толстой коркой льда журчит вода. А мы же сюда должны будем вернуться, когда в горах начнется активное таяние снегов. Когда дожди и талые воды наполняют этот водопад. Место, где мы сейчас находимся, наверное, не очень посещаемо, потому что основная тропа идет по правому борту ущелья от тела Родникова и выходит в район чертовой лестницы перевала. Мы с вами прошли по дну ущелья, по тропке. Наверное, это не самый распространенный туристский маршрут. И чтобы сюда спуститься с основной дороги, нужно сверху спуститься по тропинке и выйти к водопаду. Поэтому, наверное, летом даже здесь не очень оживленное место. И не так много людей, как в других, более распространенных каких-то водопадах, которые мы знаем, в том же самом козырьке. Как найти ответвление тропы, если подниматься сюда по основной дороге? Действительно, водопад находится в стороне, немного от дороги. И летом, наверное, за зеленью ее не разглядеть. Но вы будете проходить, услышите шум падающей воды. По характерному звуку водопада можно ее найти по повороту, который изгибается. Справа у нас виден скальный останец. И тропинка уходит вниз. По ней, пройдя метров 20, вы уже окажетесь возле водопада. Древняя дорога по ущелью реки Боса сегодня позволяет провести лошадь по воду или, в крайнем случае, проехать верхами. Но можно предположить, что вот эта искусственная кладка, подпорные стены, вырубки в скалах, в склоне позволяли здесь передвигаться колесному транспорту. То есть телеги, брички, повозки могли подниматься и спускаться по этой дороге. А здесь мы наблюдаем настоящую мостовую. На протяжении десятков метров камень просто выложен в дорогу. И видна колея от колес. В этот прекрасный зимний день погода чудесная. Долго сомневались, но вот решили выйти в лес. Сомневались, будет ли, может, грязно или снежно. Вот вышли, приехали в Родниковское. Чудесная тропа, чудесный Крым, чудесная природа. Вот прием наверх до водопадов. Они подзамерзшие, конечно, сейчас. Но зато будет красиво. Получится, дойдем по времени, если успеем, до перевала. Ну, что мы будем? Все, все. Да, каждый выходной выходим в лес. Мы гуляем по Крыму, уже много где были, много исходили. Ну и всем удачи, здоровья. Счастья. Счастья. Мы ходили на Баку, там погуляли. Очень красивое тоже место. Такие места, которые... И после ваших маршрутов собираем народ и пытаемся тоже повторить те же плоды. Благодаря вашей передаче мы выбираем маршруты в том числе. Спасибо. По дороге от реки Босса до реки Кубалар мы посетили один из многочисленных в Байдарской долине конно-спортивных клубов, где азы конкура постигают дети Байдарской долины. Также будущие и настоящие спортсмеры. Это наше село Даша. Ей 5 лет. Катаем деток, кушает овес, сено. Характер хороший, спокойная, приученная к рукам. Дрессированная, так сказать. Мы занимаемся организацией конных экскурсий по Байдарской долине и по Горному Крыму. Ну и плюс у нас приют для старых лошадей. Плюс у нас мы работаем с детьми местными. В общем, навыкам верховой езды. В долине реки Кубалар сегодня воскресный день не очень многолюдно. У нас встретилось 3-4 группы, человек по 5, которые приехали здесь подышать свежим воздухом. Снега особо нет, хотя в воздухе снег искрится. Мы находимся у водопада Кубалар, его второе название – Козырек. Сегодня мы прекрасно видим, как с 14-метровой высоты падают обильные струи, слегка покрытые льдом. Очень красивый водопад. Сегодня он прекрасен. Ну, с этого водопада, в принципе, можно даже спуститься по веревке вниз. Называется это развлечение – каньонинг. Вот. Высота у него 14 метров. В теплое время года это весьма интересно и забавно. Особенно, если вы вылезли из какой-нибудь грязной пещеры, расположенной в Байдарской долине, как, например, кристальная, и хотите смыть себе глину. Вот. Это можно сделать под таким высоким душем. Ниджерайно-Январский мороз где-то высоко в горах Крыма, под лучами южного солнца тает искрестный снег. Горные ручьи наполняют русло реки Кубалар и низвергаются сверху 14-метровой высоты. Заодно превращаются в сосульки. Упав на дно этого водопадного омута, вода вновь превращается в лед. Здесь очень своеобразные ледяные глыбы и статуэтки. Народная тропа к водопаду Кубалар не зарастает даже в воскресный вечер, несмотря на то, что на улицу солнце заходит и уже мороз берет свое. Земля подмерзает. На машине здесь сейчас не проедешь. А в это же самое время вершины первой гряды Крымских гор покрыты снегом. Там сейчас, наверное, красотища неописуемая. Но мы туда поднимемся в следующий раз. На этом очередной выпуск программы Крымский маршрут завершен. С вами был Владимир Иларионов. Всего вам доброго! Редактор субтитров М.Лосева Корректор А.Егорова